ЧП, Чечня. В связи с кратным ростом заболеваемости коронавирусом российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, РТК, рекомендует перевести на дистанционный режим работы максимально возможное число работников. Об этом сообщает Интерфакс, со ссылкой на Минтрут РФ. Как сообщается, соответствующий документ утвержден на заседании РТК 28 января. Там подчеркнули, что организации самостоятельно определяют численность работников, которых можно перевести на дистанционный режим, исходя из возможностей работодателя и работников. В пресс-службе Минтруда напомнили, что перевод работника на удаленку не может являться основанием для сокращения зарплаты при сохранении объема выполняемых задач. Все вопросы организации дистанционной, удаленной, работы регулируются Трудовым кодексом РФ. Соответствующие изменения вступили в силу с 1 января 2021 года. В настоящее время в России дистанционно работают порядка 3 миллиона человек, добавили в пресс-службе. По данным оперативного штаба, обнародованным во вторник, в РФ за прошедшие сутки с коронавирусом госпитализированы 17 487 человек, что на 92,4% больше по сравнению с днем ранее, число новых случаев COVID-19 за сутки составило 125 836 человек, умерли 663 пациента. По всей России вводятся ограничения из-за распространения омикрона, работников переводят на дистанционку, дабы уменьшить контакты между людьми и избежать массовых скоплений людей. Особенно тяжелая ситуация в оккупированной Чечне, потому как уровень медицины здесь намного ниже, чем средний по России. Что делает руководство республики в такой трудный для народа момент? Правильно, они сгоняют многотысячную толпу из-за якобы чужого семейного чата и проклинают целую семью, которая лишь боролась за их права и свободы. Говорят, что Ким Чен Ын был в шоке после увиденного. Ну что же, пора запускать очередной флешмоб. Давайте тоже проявим свою гражданскую позицию. Решетка Кадыров-террорист. Призывы кадыровских имамов в мечетях Чечни. Решетка Кадыров-террорист. Призывы кадыровских имамов в мечетах Чечни. Вот такие призывы сегодня звучат во всех мечетях оккупированной Чечни. Янгулбаевы объявлены врагами Аллаха и народа. Народ призывают «быть хотя бы немного мужчинами» и прийти к мечети, дабы присоединиться к проклятиям в адрес Янгулбаевых. От жителя нашего оккупированного государства, орфография и пунктуация автора сохранены. Тут на митинге даже те кто не знали вас все ищут в поисковике АДАТ и узнают кто вы такие, так что вежри нет худа без добра, полный вперед. От жителя нашего оккупированного государства, орфография и пунктуация автора сохранены. Тут на митинге есть очень многие даже понятия не имеют что происходит. Все друг другу задаются вопросами, кто на этот раз и что натворил, многие даже смеются, так и будем жить, богша. Я вообще не был в курсе, я не сижу в социальных сетях. Просили что очень срочный митинг. Очень жалею что пришел после того как ребята рассказали. Дай Аллах вам победу иншаллах. От жителя нашего оккупированного государства, орфография и пунктуация автора сохранены. Ассаламу алейкум. Вы им поставили шах и мотклянусь не были на этом митинге 400 тысяч максимум 50 тысяч человек это максимум. У них был план и Аллах открыл людям сердце, и этого они увидели в Аллахе они сделали себе хуже узнав что людей был мало на митинге. Но они и так знали этого что люди не поддерживают и наоборот презирают их. Но то что было сегодня тянет как минимум на инсульт этого предателя и убийцы своего народа. Тем временем в Чечне сейчас проходит митинг против членов семьи Янгулбаевых, которых чеченские власти считают причастными к телеграм-каналу АДАТ. Плакаты с их фотографиями бьют палками и жгут на центральной площади в Грозном. В акции принимает участие вице-премьер Чеченской республики Абузайт Весмурадов. Это просто дичь, конечно, как будто кадры из мира животных. Ну все, Янгулбаевы побеждены, теперь заживем. Конечно, 400 тысяч там не было, что видно на самих кадрах, но просто оцените само название, 400 тысяч человек собрались, чтобы проклинать одну семью. Это просто великолепно, продолжайте, пожалуйста. Можно было написать, что было 400 миллиардов человек, и слетелись даже с Сатурна и Марса. От жителя нашего оккупированного государства, орфография и пунктуация автора сохранены. Ассаламу алейкум. Семья Янгулбаевых, рулит. Многие с университетов и других учреждений шли, смеясь над этими идиотами, которые не понимают, что информационная война проиграна, а проклятие тиранов и тех, кто под принуждением не доходит, до тех, кому они, посланы. Если ваши проклятия доходили до них, то Тумса был бы мертв, Халитов повесился бы, а у Янгулбаевых отпутались бы руки, видя свою маму. Но хвалу Аллаху, что ваши козни идут во вред вам самим. И вы, никто и ничто без федерального центра, ваш бог Путин, тоже во власти господа миров, который сокрушал тех, кто был могущественнее вас и умнее, чем вы. Ждите и мы подождем. Даже детей Кадырова пригнали на митинг ради количества, не говоря о кадыровских рабах. Короче говоря, преступники собрались, дабы защитить свою преступную власть, свои золотые дворцы и свои дорогие иномарки, купленные на награбленные у народа деньги. Детям, Кадыров, видимо сказал, вы что, хотите убирать навоз, как ваш отец в молодости? Если нет, то бегом защищать свою роскошную жизнь за народные деньги и на крови народа. Присмотритесь к этому видео, на этих плакатах имя Всевышнего на чеченском языке написано. То есть эти враги Аллаха устроили митинг, назвав Янгулбаевых врагами Аллаха, а потом принялись топтать и сжигать имя Всевышнего, как же это иронично. Просто посмотрите, как вас Всевышний раз за разом унижает. Хвала Всевышнему за то, что он дает вам разоблачать самих себя. Те, кто пришел на этот митинг, хоть и не по своей воле, в любом случае должны понимать, что Янгулбаевы жили хорошо до тех пор, пока их сын Ибрагим не стал бороться против геноцида своего народа и несправедливости, живя в самом центре Чечни. А его семья страдает лишь потому, что они не бросили своего сына, не стали его проклинать. И сегодня эта семья встала против целой преступной машины, против преступной путинской власти. Они не прогнулись под систему, а отстаивают свои права и сдаваться не собираются, они показали всем пример мужества и стойкости. Они на своем примере многим открыли глаза на происходящее в оккупированной Чечне, особенно россиянам. Сегодня вы сами видите, как эти убийцы, садисты, воры и лицемеры публично клянутся отрезать им головы, как они клевещут на них, как проклинают их и наши движения. Мы, руководство народного движения, АДАТ, как и семья Янгулбаевых, могли бы жить припеваючи, быть часть этой системы, но мы выбрали другой путь, сложный, опасный, но правильный. Мы не спим, голодаем, работаем даже по ночам лишь ради Всевышнего и нашего народа. Мы не хотим, чтобы наш народ унижали, похищали, убивали, сажали на бутылку, снимали штаны, насиловали, сажали по сфабрикованным делам. Мы не хотим видеть свой народ униженными и бесправными рабами. Мы не боремся за себя, у нас все было хорошо, по воле Всевышнего, пока мы не начали свою борьбу. Мы боремся за вас, а среди вас находятся те, которые говорят, нет, не поднимайте нас с бутылки, нас все устраивает. Некоторые не способны элементарно не помогать своим же врагам, мы ведь многого не просим, мы вас лишь просим выполнять свои обязанности, когда всю работу и всю опасность за наше народное движение взяли на себя мы. Выполняйте свою обязанность, принимайте участие в борьбе делом, словом и имуществом. Это наша общая борьба, а не борьба пары человек. Адам Кадыров вышел на митинг по двум причинам. Первое, защитить свои часы за 30 миллионов. Второе, защитить свой пояс KFC, завоеванный на ринге, потом и кровью, судей и отца. Давайте просто поблагодарим нашего личного пиар-менеджера за очередную безвозмездную рекламную кампанию в поддержку нашего движения. Милашка, что бы мы делали без тебя? От жителя нашего оккупированного государства, орфография и пунктуация автора сохранены. Ассаламу алейкум, хочу еще добавить от себя поддержу семьи Янгулбаевых. В Аллахе у вас огромная поддержка в Чеченской республике. Мы от души ненавидим эту власть и всех кто на них работает. Они купят комментарии в поддержку себе, потому что знают у них поддержка народа просто нет. Лично мое мнение я скажу, я просто удивлен от вашей храбрости, ваша храбрость и ваш характер мне напоминает наших героев. Настоящие гордые чеченцев воспитали ваши родители, Маша Аллах. Аллах возвысил вас несмотря на то, что как эти предатели пытаются унизить вас. В Аллахе я удивлен. Дай Аллах нам полный иман и бард марша. Я полюбил вас братья, ради Аллаха. От жителя нашего оккупированного государства, орфография и пунктуация автора сохранены. Ассаламу алейкум. Я житель Чечни, на митинг не ходил и презираю тех кто насильно собирает на площадь людей, я в эти дни и сегодня стараюсь максимально общаться с людьми и узнавать их мнение насчет действий кадыровцев в эти дни, как я сам замечаю и вижу что многие это замечают, что все удивлены стойкости и смелости целой семьи Янгулбаевых, что все как один не прогнулись нагрузки от Кадырова. А у Кадыровской верхушки серьезная паника, кого попало заставляют снимать видео против Янгулбаевых, собирают на митинг людей. Эта семья дала нам всем хороший пример как нужно отстаивать права свои и своих родных. Держитесь Янгулбаевы, народ с вами и с такими как вы, которые стойко стоят против Кадыровского беспредела. Аллаху Акбар. Так вот для чего руководство бросило насущные проблемы народа и устроило многотысячный митинг в период тяжелой эпидемиологической ситуации. От жителя нашего оккупированного государства, орфография и пунктуация автора сохранены. Хотелось бы задать несколько вопросов к тем, кто пошел на этот спектакль. Вы чувствуете, что вас использовали? Или еще не дошло? Они вами манипулируют как маленькими детьми. Насильно туда никого не заставили ходить, вам просто сказали если не пойдете будут проблемы, и вы побоялись больше Рамзана, чем Всевышнего Аллаха. Если бы вы ради Аллаха не пошли бы на этот спектакль устроенный врагами Господа миров, он бы вас не оставил, он тот который давал вам пропитание в утробе матери, то что сделано ради него он не оставляет, как минимум вы бы не были рабами. А теперь что? Вы сохранили себе эти жалкие 15, 20, 25 тысячи, и вы игрушки в руках Кадырова, когда вы ему нужны он вас достает и использует вас в своих целях, а когда нет, с ваших зарплат удерживают каждый месяц немалую сумму, вас унижают, отбирают машины по беспределу, про убийства и пытки я вообще молчу, плевать на вас они не хотели, вы сами прекрасно знаете как они относятся к вам, вы для них рабы. Эти слова касаются всех кто туда пошел, не ищите себе никаких оправданий, вы не то что не боретесь против них, вы им помогаете. Уш-хе визаж бухун, Уш-хе пехотинца ж бухун. Прошло время когда искали оправдания тем кто ходит на эти спектакли, пора уже все называть своими именами. Есть кадыровцы и их рабы, и есть чеченский народ который ждет момента для освобождения своего государства, и они живут этим, никакой другой цели нету, и быть не может. На видео депутат парламента Чаэр Абдуришидов Валид Аднанович публично и пододобрительные возгласы других российских чиновников заявляет публично, что все они обязаны любой ценой убить семью Янгулбаевых. У Кремля точно нет комментариев по этому поводу. Арестовать, комитет против пыток, новую газету, Дождь, Елену Милошину и предать справедливому суду. Справедливый суд – это то, что вы сотворили с Заремой Мусаевой. Или то, что сотворили с Салманом Тепсуркаевым. Как вы избили и похитили ее в качестве свидетеля, а потом сфабриковали уголовное дело. Надо было просто сказать, Путин, помоги своим пехотинцам, и встать на колени. Воители с женщинами нашли новую жертву и массово сжигают и топчут плакаты с изображением Янгулбаевых и именем Всевышнего. Продолжение следует... Янгулбаевы официально захватили Чечню. Один внимательный активист обратил наше внимание на персонажа, который присутствовал на этом митинге. Вы не поверите, но это Ислам Кадыров. Да, тот самый наркоман Ислам Кадыров, который материл, оскорблял и пытал женщин на камеру. Мы уже много раз рассказывали, что Ислам Кадыров никак не был за это наказан, в отношении него даже дело не завели, он свободно живет себе, даже на свадьбы приезжает в сопровождении охраны. Почему? Потому что он двоюродный брат Кадырова, который, заслужил прощения. Так вот, человек, который давно должен сидеть в тюрьме за свои преступления, на котором ненависть нормальных чеченцев, стоит и проклинает тех, кого на основе каких-то сфальсифицированных записей обвинили во всех смертных грехах. Видеть Ислама Кадырова на фоне плакатов «Позор нации» — это так сюрреалистично. Среди охранявших митинг замечен агент Госдепа США. Кадыров — агент ЦРУ. Наш активист из оккупированной Чечни запустил свой флешмоб после митинга Кадыровских террористов. Конечно, Буданов бы оскорбился такой картинкой, ведь он хоть и был военным преступником, убийцей и насильником, но не был предателем и притеснителем своего народа. Но раз активист так решил, то это его право. Сейчас так много разных политологов и экспертов высказывается на тему последних истеричных выходок Кадырова и его окружения. Уже строятся какие-то сложные теории, уже говорят о каком-то прощупывании Путина, со стороны Кадырова. Это похоже на размышления простого народа в период Средневековья, когда они представляли правителей возвышенными людьми, у которых возвышенные интересы, желания, мысли. В случае с Кадыровым видна явная переоценка его интеллекта, все эксперты, политологи и журналисты не могут никак понять сути конфликта, копая и копая. Но вам не стоило даже копать, ведь Кадыров прямо еще в самом начале сказал, что «семья Ингулбаевых причастна к Адату», то есть он прямо заявил, что преследует своих критиков. Никакого «великого» плана у Кадырова не было. Он намеревался сделать все так, как делает обычно, отправляет своих террористов в Нижний Новгород с липовым документом, те их забирают в качестве свидетелей, а потом уже делают с ними все, что захотят. Все планировалось сделать тихо и без сопротивления со стороны семьи Ингулбаевых и общества. Уж тем более Кадыров не планировал поднятие вопроса на федеральный уровень. Но все изначально пошло не по плану, Кадыровцы могли ожидать, конечно, что будет шум, но они думали, что все быстро уляжется, как и происходит всегда, они не ожидали такого напора, который случился как раз благодаря тому, что семья Зарема Мусаевой не клюнула на Кадыровскую наживку, а действовала так, как и нужно было действовать. И дальше уже пошли грубые ошибки со стороны Кадырова. Даже мы, хорошо знающие мышление и повадки Кадырова, не ожидали сегодняшнего митинга, не ожидали публичных угроз с их стороны, мы не ожидали, что он настолько глупый человек. А вы его прямо подняли на уровень нормального человека своими рассуждениями. Мы ведь пишем, что он закомплексованный умственно отсталый бедлан с мышлением трехлетнего ребенка не потому, что хотим его задеть, а потому, что это правда, мы это знаем, а вы в этом можете убедиться. Как мы и говорили с самого начала, Кадыров болезненно воспринимает любую обоснованную критику, она ему претит, она его бесит, она его выводит из себя, как ребенка. И он с самого начала читал наши публикации и пытался с нами бороться. Кадыров боится, он каждый день боится потерять власть, он боится чеченского народа, он боится критики. Это низменный, трусливый, закомплексованный и крайне глупый человек, это просто нужно понять и принять, а не строить какие-то сложные теории. Кадыров в очередной раз хотел похитить родственников неугодных ему людей, но у него не получилось, что сильно выводит его из себя, вот и вся правда. Да, она слишком простая, но вот такой вот простой сам Кадыров. Кадыров боится нашего движения, он видит в нем угрозу, а семью Ингулбаевых он считает причастной к нам. Мы же говорим, что сами не ожидали таких глупых ходов от Кадырова, но он их сделал. Когда Кадыров только похитил Зарему Мусаеву, мы обещали Кадырову, что на этот раз все будет по-другому, что на этот раз его коса все же нашла камень, так и произошло в итоге. И вместо того, чтобы оставить камень и идти дальше, Кадыров снова и снова бьет его косой, пытаясь разбить. Мы неоднократно заявляли, что Кадыровцы будут сами себя закапывать, будут вредить сами себе, так и получилось, но даже мы не ожидали от них такого усердия в самоубийстве. Мы не ожидали, что настолько насолили им, не ожидали, что они настолько нас боятся. И это даже не страх, это уже паника, что видно по той дичи, что мы наблюдаем по сегодняшний день. Путин пришел к власти на крови и слезах чеченского народа, ожидая, что решит раз и навсегда, чеченскую проблему. Так думали и до Путина, он не первый. Этот же чеченский народ сегодня бьет сегодня вскормленное им чудовище. А что дальше? Вот это уже действительно интересный вопрос, потому что одни готовы на любые преступления ради сохранения власти, прекрасно осознавая, что их ждет в противном случае, а другие готовы на любые жертвы ради прекращения всех этих преступлений над чеченским народом и его освобождение. У Адама Кадырова, сына Рамзана Кадырова, судя по этой и прошлой фотографии, имеется целая коллекция дорогих часов, общая стоимость которых больше 100 миллионов рублей. Конечно, никто нам не ответит на вопрос, откуда у сына государственного чиновника могут быть часы с подобной стоимостью. За такой вопрос можно и обвинение в терроризме получить от Кадырова. Вот поэтому Кадыров и готов совершать любые преступления ради сохранения власти и устранения критиков, потому что есть, что терять, да и знает прекрасно, сколько зла сделал людям и что его ждет за это. От жителя нашего оккупированного государства, орфография и пунктуация автора сохранены. Ассаламу алейкум. Братья из Адаты и Янгулбаевы, сегодня вы своей деятельностью показываете всю никчемность и трусость Кафырова и всей его системы. Если вы даже из-за одной семьи, из-за нескольких человек подняли такую панику, то когда возникнет реальная опасность над вашими тушами вы сразу дух пустите от страха. Трусливые ничтожества. Чего вы добились с сегодняшним митингом? В очередной раз опозорились перед всем миром и показав свою тупость, как дикие животные бросались и топтали эти плакаты. От безысходности и бессилия и от отсутствия возможности хоть как-то остановить поток правды о своих преступлениях решили устроить этот цирк. Какое же это было дешевое и жалкое зрелище. Кадырка. Знаю, что у тебя не логического мышления, да и любого мышления в целом, но пойми многие до сегодня не знал кто такие Янгулбаевы, за каналом Адад тоже смотрели не так много, но за последние дни, с момента как вы похитили Зарему Мусаеву, на этот канал подписались свыше 11 тысяч человек и подпишутся еще больше после сегодняшнего митинга. Кафыров тебе с твоей головой и враги не нужны. Рады отметить прогресс в агитации людей, вы действительно молодцы. Несмотря на лживые заявления кадыровской пропаганды о 400 тысячах на площади, на самом деле там максимум можно было насчитать пару десятков тысяч, как нам передают наши активисты и что подтверждают медиа. И это при том, что большинство присутствующих, это сами кадыровские террористы и их родственники, а меньшинство – бюджетники и студенты. Несмотря на агрессивную агитацию, их план провалился, никакого народного осуждения не получилось, получился лишь пиар семьи Янгулбаевых и нашего движения. Кстати говоря, бюджетникам прямо угрожали увольнением и невыплатой зарплаты за отработанный месяц, студентам грозились сразу отчислениям. И даже несмотря на это многие отказались участвовать в этом преступном акте, что не может не вызывать радости. Люди устали, устали от всего происходящего беззакония, цирка, устали бояться. Если все бюджетники откажутся участвовать в подобных преступных акциях, то никого не уволят, иначе работать будет некому, ведь на бюджетниках и держится эта система, так что смело отстаивайте свои права и не помогайте своим же убийцам и притеснителям.